Да-да. Ольга, есть у Анны моральное право кого-то исправлять? Ситуативно очень. Видите, когда работаешь преподавателем, преподаешь русский язык. И часто обращаются, спрашивают, это правильно, это неправильно, и почему ты не поправляешь, например. Ну в какой ситуации-то уместно, да? То есть когда это профессиональная деятельность, когда перед нами студенты, безусловно, мы это делаем, это наша работа, но в повседневной жизни... Ну как в любой профессии. Ну конечно. Кем ты работаешь, стоматологом, посмотри у меня там, Карина. Что бы вы посоветовали, да, обратиться к стоматологу. Вот, вот, вот. Ольга, а есть ли какие-то, например, типичные такие региональные ошибки? Орфографические? Орфографические, да. Мы не говорим сейчас об ударениях, о речи. Ну здесь, наверное, вряд ли. То есть традиционно принято говорить о том, о чём, наверное, вот звонивший сейчас рассказывал, да, акцент, особенности произношения, интонирования больше, конечно, да, то, что уральским акцентом называется. Ну может быть мне не с чем особо сравнивать, да? Но мне кажется, что орфография вряд ли, наверное... Ну у нас на Урале, во всяком случае, не самые безграмотные люди, это факт. И тотальный диктант, кстати, тоже это показал, да? Для чего писать правильно? Опять же, возвращаясь немножечко так закольцовывая, да, наш разговор, для чего? Если многие люди не заморачиваются, если там вот комментарии, например, нам пишут, или там люди переписываются, что-то постят в социальных сетях, ну зачем? Это же не на оценку, да? Для чего писать грамотно? В принципе, если я напишу там со стражными орфографическими ошибками, вы же всё равно поймёте, что я имею в виду, когда я это напишу, правильно? Ну, я хочу такой пример привести. А для чего, допустим, следить за аккуратным маникюром, за чистой обувью? Это просто уровень культуры какой-то, уровень человека, как он относится к себе и, соответственно, к окружающему. Насколько он их уважает? Сколько он принимает эти правила, использует эти правила? А есть мнение, что ЕГЭ, единый госэкзамен, что он убил в школьниках умение выражать свои мысли. Это вот если говорить уже тут и о речи, и о грамотности, о тех же орфографических ошибках. Но текст на орфографию, например, ведь есть в выпускных экзаменах в школе. Почему всё равно многие ошибаются? Может быть, у нас трудный язык такой? Это к вам как к специалисту только вопрос. Да, то есть, а вот это русские языки, да? Ну, у вас же, да, у вас же кафедра иностранного языка. Ну, так, значит, есть чем сравнить. Значит, держать ответ можно, да? Филолог, да. Ну, по поводу ЕГЭ, если первая, да, вот эта часть вопроса. Убил ли грамотность? Вы знаете, может быть, орфографическую, пунктационную не столько. Потому что, конечно, здесь такие вещи, которые можно тестом проверять, да? То есть, мы проверяем то, что имеет однозначный ответ. Да, нет, гармошка, как писали в диктанте, или о, то есть, здесь как бы спорить не о чем, конечно, да? Но то, что, на мой взгляд, на взгляд коллег однозначно, если не убил, то вообще убивает, добивает ЕГЭ, это, конечно, умение излагать связано с своей мыслью. А ведь грамотность, культура речи, она же не только в орфографии, может быть, даже где-то не столько, сколько в умении связано излагать мысли, вообще аргументировать точку зрения, еще как-то связано выражать ее. Ну, так вот тут вторая часть вопроса. Конечно. Ну, может быть, у нас настолько трудный язык, сложный, в сравнении с французским, английским. Язык виноват. Нет, не думаю, не думаю, конечно, что здесь. То есть, конечно, когда мы, наша задача учить иностранным языкам, да, на нашем факультете, то, конечно, вот практика показывает, что умение изъясняться на любом языке, да, еще имеет какие-то под собой общие логические основы. И, конечно, мы вынуждены начинать сейчас с того, что мы обучаем тому, как изъясняться по-русски, только потом мы переходим к тому, как говорить на другом языке. То есть, все равно родной язык – это база для того, чтобы учиться говорить на другом языке. Заключительный вопрос к обеим. Канни, как грамотному человеку, человеку, который воспитывает двоих детей и хочет воспитать и стремится воспитать их грамотными, Кольки, как специалисту-филологу, причем не только даже, речь идет о русском языке, как можно вызвать, ну, так вот сейчас выражусь, сейчас среди населения, ну, среди молодежи, подрастающего поколения, среди жителей страны, интерес к собственному языку, к русскому? Ну, вы знаете, у меня до недавнего времени ответа на вопрос не было. Он такой риторический был. Это все, что мы делаем, преподаватели русского языка, да, оно все на это направлено. Ну, тут можно по-разному, конечно, думать. Но, как ни странно, вот эта акция, которую мы, например, наш институт, мы проводим ее третий год. И вот этот всплеск интереса, который мы видим год от года все больше, знаете, показывает необыкновенный интерес, который, если честно, если бы я не участвовала в этой акции, ее не организовывала у нас в институте, я бы, наверное, его не заподозрила, да, то есть потому, как вот, говорите, пишут в сети, да, молодежь, наверное, было бы ощущение того, что, упадка, да, какого-то здесь. Но если увидеть лица тех людей, которые к нам приходили, они узнавали оценки на сайте, но ведь они приходили, они просили комментарий, они собирались и дискутировали. И для них было принципиально важно, как здесь написать и как написать там. Поэтому как-то вот эта акция, мне кажется, показывает, что этот интерес есть. То есть интерес-то есть, не нужно его как-то искусственно вызывать, потому что он есть, просто главное не спугнуть. Главное не спугнуть. И главное, ну, может быть, вот посредством таких каких-то вещей его культивировать, его поддерживать. Потому что мы поняли, что действительно это было важно. Анна, коротко, в следующем году пойдете писать это, Анна Дышевна? Да, я подготовлюсь. Упорно буду ходить каждый год, пока не напишу на пятерку. Ладно, пойдем вместе. Буду готовиться не по иллюстрированному учебнику правил русского языка для второго класса, а уж нормально, да, вспомню. Лев Толстой. Либо на курсах «Русский по пятницам», которые мы проводим для подготовки. У нас переезд на курсах, давайте посмотрим, да. Ладно, ну давайте посмотрим, насколько неравнодушны к русскому языку наши телезрители. Подведем итоги голосования. Напомню, мы спрашивали, раздражают ли вас орфографические ошибки в объявлениях, на плакатах, в интернете. Ну и смотрим результаты. Подавляющее большинство голосующих пытаются все-таки ошибки исправить. Вот, кстати, к разговору, к вопросу об интересе. То есть людям не все равно, да? Видимо, опять же, ситуативно. Кого-то мы не будем исправлять, чтобы не нарваться на неприятности. А если позволяет ситуация и возможность, то все-таки исправляем. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли. Анна, Ольга, надеюсь, что благодаря тотальному диктанту и инициативным филологам, таким как наша гостья, мы будем и говорить красиво, и правильно, и писать, кстати, тоже. И красиво, и правильно. Ну и, кстати, о писателях. Наш блогер Лев Кощеев, который обычно рассказывает нам о редких книгах, в этот раз решил прорецензировать бестселлер. Почему? Сейчас узнаем. Обычно я стараюсь рассказывать о книгах, до которых как-то не доходят руки у рецензентов глянцевых журналов, на телевидении и в сети, ну просто, чтобы меня было интереснее смотреть. Ну, на этот раз я не избежал соблазна вставить свои шесть копеек о книге, о которой в Екатеринбурге сейчас говорят на всех углах, и на некоторых углах в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот эта книга. Вы наверняка видели ее обложку так или иначе. Что я могу о ней сказать? Эта книга смелая, я бы даже сказал, безрассудно смелая, потому что в ней приведена с опечаткой фамилия ее спонсора. Я не могу отказать себе в соблазне сказать об этом, потому что вот уже 25 лет все указывают мне на мои собственные опечатки, и, в общем, надо же когда-то сказать о чужой опечатке. Но, с другой стороны, может быть, в этом и есть, я имею в виду в опечатке самой, есть показатель того, насколько изменился Екатеринбург со времен 90-х, которые вот здесь и описаны. Потому что вот тогда, вот так вот поступить со своим спонсором, ну это было действительно дело рискованное. Сейчас люди, которые становятся спонсорами, ну они уже все всем доказали, у них огромное чувство собственного достоинства, они могут подобных вещей не замечать, или, в общем, если с ними что-то неприятное происходит, они едут и читают книгу своему ребенку. Вот сейчас так принято писать в соцсетях, вот со мной произошло вот то-то, то-то и то-то, я махнул рукой и поехал читать книгу ребенку. При этом нам может быть известно, что у этого человека, младшему ребенку уже лет 20. То есть мы себе представляем эту картину, ну такой стоит сынок лет 20, приезжает папка, говорит, сынок, в кроватку, под одеялко, я тебе буду читать сегодня Гайдара «Голубую чашку». В общем, милая семейная сцена. Но если говорить серьезно, то по прочтении книги Иванова у меня возникло очень странное ощущение, что я вот эти все годы жил и работал, а я как-то более-менее серьезно работаю, именно что с начала 90-х, в каком-то другом городе. То есть я не буду делать вид, что для меня бригада Широкова это какие-то либо сантехники, либо токари. Я, в общем, действительно жил в Йобурге отчасти и знаю, кто эти люди, видел их и, в общем, даже приходилось общаться. Но при этом все мои друзья занимались абсолютно другими делами. Мы там продавали компьютеры, мы прокладывали какие-то сети, открывали какие-то радиостанции, снимали фильмы и так далее и тому подобное. И, в общем, с вот этой вот публикой практически не пересекались. То есть, видимо, полуторамиллионный город все-таки достаточно велик, чтобы в нем уложилось просто несколько вселенных с разными подходами к жизни, вкусами и так далее. И Иванов, конечно же, сделал все возможное для себя, чтобы написать энциклопедию, полную историю города. Но здесь какая штука? Когда он пишет про бандитов, у него получается очень вкусно, интересно, весело, занятно. Ну, поэтому вот именно такие куски были перепечатаны сетевыми изданиями, некоторыми газетами и так далее. Когда он начинает писать о нормальных людях, занимавшихся, так сказать, созидательным трудом, получается почему-то вяло, неинтересно. Ну, и, в общем, если читать ребенку именно вот эту главу на ночь, он уснет очень быстро. Полное впечатление, что Иванова привязывали к стулу, чтобы он написал эту главу, и он ее писал специально так, чтобы всем вокруг было ясно. Мол, работаю под контролем, извините, ребята, вот деньги это святое, семью надо кормить. И, видимо, это вот как раз тот случай, когда, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, вот так, как тебе нравится, сделай сам. То есть сядь и напиши такую книгу. Ну, в общем-то, я целиком за, только мне нужны спонсоры. И поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь к спонсорам книги Иванова. Если вам эта тема интересна, давайте вы проспонсируете и меня. Я вот даже знаю, как пишется ваша фамилия, Игорь, и клянусь, что она будет в моей книге приведена без опечатки. Я лично проверю все верстки. Я лично проверю все верстки.